Чёрный расизм в США стал нормой жизни. Так же, как в Европе, мусульманолюбие вместо христолюбия. В Россию тоже всё это проникает. Сочувствие к малым сим, якобы вот эти все эмигранты, совершенно одичалые, которые могут убить просто за что угодно. Я не знаю, там, серёжки отнять у женщины беззащитной, ударить там сзади, подойти, обрезком трубы по голове дать и, там, не знаю, сумочку украсть, в которой тысячи рублей. Вот такие у нас эмигранты трудовые, вот без них, оказывается, мы обойтись не можем. Собянина Беси в Москве заполняет город вот этим отребьем. И говорят, не, ну, они как, смотрите, они как хорошо трудятся, они строят, там, они дороги прокладывают. Да, но и среди них преступность, там, каждый год стали это скрывать. Это сотни изнасилований, убийства, членовредительства между собой, драки отвратительные. Жуть, что это просто бесовщина. Ну, конечно, в любой толпе есть хорошие люди, случайно туда попадают. Тут тоже есть, да, я тоже знаю, на даче рядом со мной живёт Баха, который из Таджикистана, он трудится день и ночь. И постоянно деньги отправляет туда, к себе, на родину, где его жена и дети. Вот, жена приезжает, они ещё одного ребёнка делают и отправляются к себе домой. А здесь жить денег нет. Ну, он трудится каждый день, он ни в каких бандах не состоит, он молится, он настоящий мусульманин. А это всё, это отребья, отребья, сюда приезжают только такие. Ну, или почти только такие. А чёрный расизм – это то, что нам преподносится, как такая толерантность европейское, европейское достоинство. Как будто мы вот, мы цивилизованные люди, мы должны говорить, ну, это же тоже люди, это же тоже люди. И нам показывают, говорят, а вот, посмотрите, негр. И вот девушка русская, светловолосая, вышла за него замуж, а он, ну, такой хороший. И чем он хороший, нам рассказывают. Он такой вот любвеобильный. Он может заниматься сексом 100% времени беспрерывно. Это как достоинство нам преподносится, как некая норма мировосприятия, в котором вот эта клубничка, негр – это вот, все негры, вот они такие. Они любвеобильные, они сексапильные, они у них, то есть они в чём-то, они лучше русских людей. Однажды Лукашенко тоже брякнул, там у него какой-то брак с, значит, египтянин с белорусской. И вот он, значит, брякнул тоже такой толерантный, типа того, что, а вот, значит, вот в смешанных браках рождаются красивые дети. А в несмешанных рождаются некрасивые. То есть вот этот расизм, культурный расизм в таком варианте, он проскакивает и выскакивает у людей, лишённых национального мировоззрения. И всё точно то же самое у всей этой чиновничьей сволочи путинской, ровно один в один. И либералистический демократизм, он в этом состоит, что… Так вот она норма где. Вот там, где чёрный с белым, белое с чёрным, где всё смешано, где нет ничего стабильного, нет никакого внятного мировоззрения. Я написал об этом вот в этой книжке «Болото XX века», проведя параллели между Германией 20-х годов прошлого века и нашим временем. Это негрофилия, такое явление, поражает и Россию, но в целом весь христианский белый мир, который находится в состоянии угнетения белых. Белые испытывают самоненависть, белые сами себя готовы подавлять ради того, чтобы какие-то мнимые несправедливости в отношении чёрного населения компенсировать. Какое отношение к прежним несправедливостям имеет нынешнее белое население Америки? Никакого. Ну никакого. А там пропагандируется демократической партией, вот этим Байденом, этой мумией, которую двигают туда-сюда, он улыбается чужими зубами и больше ничего не умеет. Это самая настоящая бесовщина, это самый настоящий расизм, чёрный расизм белых людей. Это полный абсурд, это свидетельство тотального упадка цивилизации европейского человека, которая создала вот этот мир, в котором есть автомобили, самолёты, компьютеры и так далее. Это было создано белым человеком. Жилище, электричество и так далее. Всё это создано тем, кого сейчас говорят, да это вообще-то какой-то генетический порог отклонения. Вообще настоящие люди нормальные, они же люди первочеловеки, они же из Африки, они чёрные. А вот белое это отклонение, это недоразумение, оно должно пройти. Нас действительно осталось, вот белых европейцев, североевропейцев, по-настоящему белых цветом кожи, осталось меньше 7%. Ну, заведомо меньше 10, но, скорее всего, меньше 7%. И мы превращаемся в масштабах человечества в угнетаемое меньшинство. В России белых большинство. Русские действительно самый большой белый народ. То есть связаны родственными узами, которые прослеживаются в истории. Мы можем на несколько поколений знать, и мы знаем, что вот это, это свои, это наши родственники, наши родные. И поэтому русские являются самым угнетаемым народом теперь уже человечества. Здесь совершенно цинично нынешний режим выполняет тайные задания тех, кто хочет извести вообще гордого и смелого белого человека, который освоил весь мир и создал эту цивилизацию, и создал эту культуру. Теперь эта культура объявляется неправильной, потому что она исходит от белого человека. Я думаю, что надо читать стихи, они поднимают дух, и они правильно выражают мысли. И я вот очень уважаю Николая Боголюбова, его книжка у меня есть «Небо над болью». И вот его стихи к этому имеющие отношение. Путь крестоносцев непреклонен, на свет по лезвию ножа, на бат незримых колоколен. Да слышит каждая душа, да слышит и да разумеет сквозь тлен к отеческим орлам, сквозь богомерзких бессодеев. Не спеленает крылья нам, да исповедуем бесстрашно святую Русь подвраживой, Не на погаснувшей вчерашней, на нынешней передовой, Где слово каждое есть дело, ключ, отворяющий нам рай, Где цель одна – остаться белым средь оскверненных серых стай. Путь духоносцев непреклонен, нам в радость крестная судьба, Даже под игом каждый волен не принимать печать раба. Среди злосмрадия измены, в шестиугольнике беды, Не преклоняй свои колени перед кумирами Орды. Господь хранит своих героев, Господь поможет не упасть. Болото сытого покоя не засосет нас в свою грязь. Путь богоносцев непреклонен, на свет по лезвию ножа, На бат незримых колоколен дослышит каждая душа. Вот действительно, то болото, в которое нас топят, Болото XX века, должно быть нами оставлено. Оставлено как людьми русскими, людьми православными, белыми людьми. То есть определенный генетический носитель у нашей культуры существует. Мы должны уважать это творение Божье. Не презирать и ненавидеть другие творения, Но свое творение уважать, отстаивать и не допускать его угнетения. Мы белые, мы русские, мы православные. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!